С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! Новая неделя, новые встречи и новые песни. Вы понимаете, всегда, когда появляется какое-то новое слово, новый разговор, это значит, что я пытаюсь как-то подвести тему сегодняшней встречи. У нас сегодня действительно очень хорошая тема. Мне она нравится. Вот в понедельник начинать с песен. Кстати, я хочу сказать, что в следующую неделю, в следующий понедельник мы с вами будем начинать с танцами. Танцы, да. Я танцевать, к сожалению, здесь, наверное, сложно будет, но у нас в гостях будут люди, которые выводят своих, я не знаю, партнеров, и те начинают танцевать даже на телевидении, передачах, танцы со звездами и так далее. Это в следующий раз. А сегодня у нас вообще потрясающие встречи. Мы с вами сегодня будем петь песни. Но для того, чтобы запеть, оказывается, надо уметь еще все это организовать. Я буквально недавно, несколько дней назад, был на слете КСП, клуб самодеятельной песни. Большое спасибо за приглашение. Я посмотрел, что это и как это. Народу много. Как собрать такое количество людей? Не представляю. Все поют. Все или с гитарами, или подпевают, или снимают фото, или кинокамерами. То есть такое ощущение, что все находят в себе интересное занятие. Но у всего этого есть организаторы. И вот люди, которые имеют непосредственное отношение к созданию этого, сегодня у нас в студии. И не только. У нас будет две части передачи. В первой части мы будем говорить, как это все делается, и петь песни. А в второй части мы будем больше петь. И вот еще одни гости. Итак, у нас в гостях Людмила Сигналова и Александр Шайкевич. Людмила Сигналова и Александр Шайкевич. Клуб синий. Синий троллейбус. Я правильно называю? Синий троллейбус. Он синий троллейбус. Да. А почему он синий? Это как-то связано с Акуджавой? Это связано с Акуджавой. Вот смотрите. Слет, на который я имел честь присутствовать. Спасибо большое вам, Людмила и Александр. Это был слет, посвященный Булата Акуджаве. Да? Или как это? Или вот какая здесь взаимосвязь? Все дело в том, что так случилось, что слет был в тот день, когда умер Булата Ашалович. Это совпадение или это вы специально? Нет, это не специально, это совпадение. И поэтому было много песен Булата Ашаловича. То есть люди как бы чувствовали тему, что надо... Ну и синий троллейбус вы тоже задали таким образом. Да. Синий троллейбус – знаменитая песня Акуджавы. Это полуночный троллейбус, но слова из этой песни синий троллейбус есть. Да. Итак, скажите, пожалуйста, ну мы начнем, Людмила, с вас, поскольку у нас все-таки женщинам мы стараемся отдать. И в эфире тоже слово первое. Скажите, пожалуйста, на слете, которые мы видели... А сейчас я попрошу, пожалуйста, покажите первые несколько фотографий. Сейчас мы увидим вот фотографии, фотографии. На слете, которые я видел, сотни людей. Скажите, пожалуйста, вы все это организовали? Вы как-то этих людей подняли на подвиги? Или они сами хотели? Как это все происходит? Все дело в том, что людей, которые уже организованы, организовывать очень легко. Ну, это все понятно. Но когда-то это начиналось ведь? Да, это начиналось еще, наверное, в России. Клуб самодельной песни возник в России очень-очень давно, когда мы еще были совсем юными. И вот здесь, на американской земле, продолжение этих традиций, песенных традиций, оно получило действительно продолжение. Очень много любителей песен. И организовывать их не нужно. Они сами хотят, они сами находятся. Они сами вас нашли? Да, они сами находятся. А почему вот вы стоите, как бы, ну, я не знаю, вы центр, в который звонят, который пытается, как бы, объединиться. Как возникло, что вы стали вот этим центром? Вы говорите о клубе «Синий троллейбус». Я говорю прежде всего о вас. Ну, обо мне говорить много не нужно, а клуб «Синий троллейбус» образовался на базе клуба самодельной песни «ЮС». КСП «ЮС». Собственно, мы там все познакомились. Это огромный коллектив. А, то есть вы ездили в клуб «ЮС», а потом уже, как бы, отделились своим? Это не отделение. Вы знаете, очень много появилось групп более мелких, такие, как, например, «Феникс», как «Солнышко». Да, там было много-много всяких эмблем, каждый привез за свои какие-то плакаты. Да, есть такой вторт. Во многих городах организовались группы людей, которые, как бы, дополняют. Двух слетов, оказывается, мало. Глуб «КСП» проводит два слета, весной и осенью. Такие большие официальные. Да. Они проходят два раза в год, и оказывается, этого мало. Скажите, Саша, я наблюдал, как лагерь готовился к приходу грозы. На меня это произвело потрясающее впечатление. Это все так работало, все вдруг, каждый знал свое дело. Кто-то тащил веревку, кто-то ее натягивал на дерево, кто-то тащил уже какие-то там, эти самые, накидки. Все это было так слаженно, а параллельно в это время делалась очень вкусная еда, которой тоже надо было накормить десятки, сотни людей. Как это все создается? Вы разрабатываете стратегический план? Я вам хочу сказать, что с приходом грозы, народ, и когда народ понимает, что пойдет гроза, народ становится очень активным и очень сам уже старается что-то сделать. Спастись. Да, потому что это... Я понимаю ваш юмор, но кто же... Не, ну, что значит, было заранее, конечно, разбитое на разные команды. Кто-то делает, натягивает веревки, кто-то натягивает... Ну, надо было эти веревки иметь, надо было все иметь, это все вы продумывали. Ну, это да, это же... У нас есть штаб какой-то, есть какая-то группа... Ну, штаб, мы уже первый год ездим, это все уже постоянно покупается, знаешь, что и так далее. Хоть в этот раз, кстати, было не очень удачно, потому что веревки натянули в этот раз плохо. Или гроза была сильная. Ну, значит, они очень опытные. Итак, давайте посмотрим фотографии. Фотографии немного из лагеря, пожалуйста, покажите нам фотографии. Вот этот лагерь, да, вот примерно... Там только один, я вижу, вот вагончик, но, в принципе, все жили в палатках. Машины отогнали в сторону, а люди жили в палатках. Покажите нам следующую фотографию. И так потихоньку. Да, вот такой красивый-то красивый такой пейзаж, да, деревья, палатки. И каждая семья привозила, привозит с собой палатку, да, и... Ну, я посмотрел, там такие разные люди, там от маленького до большого, от пятилетнего до семидесяти. В этом году у нас было новшество. Мы создали команду из подростков, которые ходили по лагерю и помогали собирать палатку пожилым. Да. Вот я вижу, там была такая активная продажа леса в разрубленном состоянии. Это вот можно было купить, да, купить поленье и сделать себе костер. Все это было не очень дорого. Но, в общем-то, вот эта организация. Вроде бы ты среди деревьев, полно деревьев, но нет, нечего там рубить их где-то непонятно. А вот приди и возьми то, что для этого. Все были с гитарами, очень много было людей с гитарами. Вот сейчас мы видим фотографию, такие ощущения, как будто то ли вас с автоматами, то ли все. Вот один, два, три, один стоит, поет. Скажите, Люда, как много людей из этого контингента приезжает поющих? Ну, если бы только были поющие, то кому можно было бы слушать? Конечно, поет много, но в основном слушающие. А самое главное, как вы, может быть, вы покажете, очень много детей. У нас клуб направлен на семейный отдых. Да, ну, вот я смотрю, человек ест хот-дог. У вас там такие были вкусные вещи, что он едет сюда хот-доги есть. Я посмотрел, там такие у вас огромные чаны с огромной... Вот следующая фотография как раз мы увидим. Вот такой стол, да, с этим покрытием. И каждый привез свою еду? Мы готовим вместе, у нас есть общая кухня. И, ну, кто-то привозит... А это уже дети, да? Это вот как раз детские конкурсы. Дети. Скажите, детям нравится ездить? Вот у вас дети уже подросли. Я знаю, дочь уже родила своего ребенка. Да, я уже дважды бабушка. Дважды бабушка. И все дети с нами. Дочери с вами? С нами. Да. И это все годы, да? Все годы. Все дело в том, что этот клуб и организован был для того, чтобы как-то задержать наших детей возле нас, потому что в Америке дети уходят от родителей. У нас получается большой-большой разрыв между детьми. Вот это увлечение помогает родителям и детям быть вместе. И их уже дети тоже поют наши песни. Моя маленькая трехлетняя внучка поет Акуджаву. Да, вот сейчас мы посмотрим следующие фотографии. Вот Акуджава, значит, этот артрет. Это Аня. Она руководит так называемой «Всячиной». Это концерт, на котором могут выступать все. Поэты, танцоры, жонглеры. То есть каждый может свой талант каким-то образом понять. Да. Скажите, Саша, а вы ездите с семьей, вы ездите сами. Как вообще? Я ездил. Ну, слава богу, на самом деле это место, где я могу пообщаться с дочкой. Потому что дочка у меня уже выросла. Она живет отдельно. Как ее зовут? Инна. Ее зовут Инна. Она живет отдельно уже. Ну вот вы давно вообще варитесь в КСП? И вообще? Знаете, как в самом КСП, наверное, ну сколько здесь там? Лет 12-15, я не знаю. А я прошел все стройотряды с этими песнями. И, конечно, то есть я не был вот так фанатом КСП, потому что все ездили на турпоходы, где это все обычно. Я ездил в стройотряды. Поэтому там тоже вечерами все это было. Скажите, вот как вы считаете, вот эти вот сборы, клубы, КСП, это тяга к песне или это тяга к общению, к друзьям, к какому-то особому теплому? Я могу сказать, вот как у нас это все. У нас большая группа, очень большая группа. Мы каждый раз пытаемся отделить кусочки, потому что очень трудно менеджировать ее. Но вот люди находят, вы знаете, группками, они знакомятся, дружат их дети. Дети, у нас бывают такие случаи, когда, вот вы говорите, дети. Дети заставляют родителей ехать на эти слеты. У нас были случаи, когда дети выгоняли родителей с температуры. Они приезжали, ставили палатки, это самое. А дети, потому что, говорят, устраивали истерики, чтобы не... Да, я наблюдал еще интересный такой момент. Двое молодых ребят, студентов, лет, наверное, по 20, они очень активно ставили несколько палаток. Я говорю, ну окей, это вам, а еще... А мы, говорит, родители приедут, мы для них готовим вот... А в следующий раз осенью мы не сможем, у нас будет сессия, поэтому в это время там приедут родители первые и поставят палатки для нас. То есть вот... Ну, я тоже езжу с мамой, в этот раз даже с тещей ездил. И она тоже поет? Ну, она подпевается. Поет. Я бы хотел, Людмила, чтобы все-таки мы показали, что мы не только с вами умеем разговаривать. Знаете, как всегда в кустах есть гитара, и поэтому давайте мы все-таки сделаем зачин, а то все, разговоры, разговоры, а вот давайте и споем. Я вообще-то не пою... Ну как, я знаю, что у вас есть... Вообще, ваша семья очень интернациональна, очень интересна, мне очень нравится. У вас есть русские, евреи, кто еще? Украинцы. Украинцы. И у вас течет цыганская кровь. Ну, у меня есть корница. Немножко цыг течет, капает. Поэтому как же вам не петь? Знаете, песня, она не имеет ни границ, ни национальности. Хотя говорят, русская песня, украинская песня, еврейская песня. Но когда поет душа, неважно, кто ты и как. Потому как поет душа. Когда вы играете на гитаре? Я не помню. Даже не помню? Я не помню. Прекрасно. Тогда спойте. Я спою очень короткую цыганскую песню, в которой поется о том, что девушка спрашивает маму. Мама, ну почему же такую хорошую девушку никто не берет замуж? В КСП надо ездить, в лагерь. Точно. Это ответ. ПЕСНЯ СОЛЬНЫЙ ПЕСНЯ СОЛЬНЫЙ ПЕСНЯ Спасибо. Саша, а вы поете, играете, танцуете? Что вы делаете? Вы знаете, моя мама мне сразу сказала, что лучше не пой. Танцевать, кстати, я с женой познакомился на баре «Дураков». И мы два года занимались бальными танцами. И здесь даже. А вы продолжаете танцевать с женой? Вы знаете, мне здоровья уже не хватает танцевать на том уровне, на котором танцует жена. Поэтому я, к сожалению... Не, ну мы танцуем иногда, конечно. А она профессиональная танца? Не, не, она не профессиональная, но она намного больше меня занималась этим, поэтому... Мне не просто сзади ее куда-то, честно говоря. Понятно. Но мы здесь брали салфу, да, мы брали два года, да. Скажите, а вот перед слетом, насколько заранее вот все это начинается, готовится? Как это все происходит? Как все происходит? Вы знаете наперед даты, когда вы определяетесь датами? Да. Ну, датами мы вот сейчас определяемся на год вперед. Вот так откровенно. Планируете год вперед? Потому что это очень трудно пробиться, договориться с кемграундом. С одной стороны договориться, чтобы не попали на какие праздники, потому что, вы понимаете, есть целый ряд. Чтобы не сопал с другими ивентами, и это достаточно трудно. Ну и начинаешь, народ организовывается. А как много людей в группе, ну, такой организационной орггруппе, да? Ну, мы стараемся, чтобы группы сами по себе были не очень большие. Но самая большая группа вот у нас у Саши, 115 человек. Вторая группа довольно тоже большая, 100 человек. Это Бордечья Собака, которой возглавляю я, которую... Да, но вот здесь у вас... Вы сказали, что вы та же, вы и в клубе «Синий троллейбус», да? И вы в бар... 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 бардячий, не бродячий, а бардячий. А слово бар, да, бардячая собака. Кстати, там было много собак? Да. Там было много собак. Они тоже поют у вас, собаки? Я уже об этом говорила, что мы образовались как клуб все-таки на базе авторской песни, которая уже существовала здесь, клуба авторской песни. И у нас там были свои группы. Вот одна была «Бордячая собака», другая была группа «Свои люди». А сейчас мы создали такой небольшой клуб, в котором основное направление идет на поднятие нашего поколения. То есть... Молодежь, 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 молодежь. Мы делаем большой упор на это. А почему? Вы просто хотите с ними иметь общий язык? Это как бы общая площадка для общения? Это не общая даже площадка для общения. Это момент, где мы можем понимать друг друга, чтобы не уходил русский язык. Неужели вы поете одни и те же песни? Человек, у которого 40 лет, и 20 лет, и 5 лет, и все поет одну и ту же песню. А если песня хорошая, почему ее не петь? То есть вы считаете, что песня... Конечно. Разве можно... Поколение, в смысле, возраст не помеха для песни? Нет. Возраст и годы – это не помеха. Я думаю, что Акуджаву буду петь всю жизнь, Висбара будут петь всю жизнь, Берковского тоже. А потом у нас очень много своих авторов, которых мы изучаем и тоже поем. С большим удовольствием. В Америке очень много людей, которые пишут песни. А вы сами пишете песни? Только для себя. Что значит только для себя? Только для себя. Только себе тихо в углу набиваете? А популяризаторами всех и песен здешних авторов, и наших российских авторов являются такие люди, как Годин и Новиков, которые сегодня... Которые будут потом во второй части. Но я знаю еще, я знаю больше. Я знаю о том, что вы создаете спектакли, вы делаете театр. И мало того, вы купили дом, который сам по себе может быть и не очень большой, но рядом с ним огромное зеленое пространство. Я спросил, зачем вам так много земли? Вы сказали, как? Мы здесь поставим сцену и будем играть в спектакль. Я правильно говорю? Ну, это не спектакли, это капустники. Вот есть такое объединение в торт, где... Как в торт? В торт. В торт. В течение в торта проходит очень много капустников. Там представляют творческие коллективы свои работы. Это очень интересно. Очень. А как много спектаклей в год вы работаете? И кто вообще пишет? Как это все происходит? Пишет. У вас есть репетиции? Как это все происходит? Нет, репетиции у нас не бывает. Это все на импровизации. То есть каждый свою линию тянет, как ему вздумается? В сценарии пишет один человек, может быть, два, иногда три. А потом раздаются роли. Каждый человек должен написать себе песню, если он хочет участвовать в этом спектакле. Он пишет себе песню, и потом мы это все компонуем. Но самое интересное не в этом. Самое интересное, что люди, которые играют рядом, они не знают, что делает сосед. То есть они даже не предполагают, что сейчас он выдворит. Нет, они даже не всегда знают, какой сюжет. Они знают, что они играют в части этого сюжета. И это получается очень весело. Это капустник. Но иногда нам приходится его повторять. Потому как самим играющим очень хочется этого. Повторить? Да. Саша, вы участвуете в капустниках? Нет. Как зритель. Как зритель, как технический, а там что-то это самое. Вы, я чувствуете, такой, знаете, директор такой. Нет, нет. Просто я... Мастер Кировского завода. Да, бывший мастер бывшего Кировского завода. Вы работали на Кировском заводе? Да. Мастером? Да. И вот все, что вы там взяли, вот это Кировское заводе умение, вы перенесли на американская жизнь? Нет, я не думаю, что мне в американской жизни, кроме КСП, нужны мои навыки Кировского завода, но тем не менее. Да. А как много времени уходит у вас на это? Много. Ведь, в общем-то, наша жизнь здесь замутана. Много. Я могу сказать, предыдущий слет, я только за телефонные разговоры переплатил, по-моему, почти 300 долларов, потому что это сидишь все время на телефоне с теми, с этими, это действительно отнимает много времени. Но это, ну как бы, ты получаешь фан от этого, да? Как бы жизнь проходит. Вы любите какие-то песни конкретных авторов, конкретных я люблю эти песни, я вообще, ну вот, мне нравится, Люда поет цыганские, мне нравятся цыганские, там, Годинска. Люда поет и грейские, в России и грейские. Да, да, то есть, понимаете, мне нравится, когда люди получают удовольствие, я от этого получаю тоже удовольствие. Вот, ну и... А какие, а поет ваша дочь песни? Нет, вот как-то не заладилось у нас. Я столько, я так хотел, чтобы она пела, они закончили всю эту музыкальную школу, все это, но она тоже не поет, она... Но она участница. Да, вот спектакль. Участница чего? Она участница спектаклей, она участница, она участвует в работе клуба. Это наши дети, это наши помощники. Ну скажите, клуб, 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 вот вы говорите, клуб, клуб. Этот клуб существует только вот два раза в году, когда вы собираетесь? Или как-то вы собираетесь еще в будние, ну, в обычной жизни тоже? Мы встречаем Новый год вместе. В этом году встречало 180 человек. Новый год? Да. У нас были спектакли на полетанцах. 180 человек сняли в зал, да. Да, мы сняли в зал. Весело было? Очень весело. И Дед Мороз пришел? И Дед Мороз был. И песни пел? И костюмы были. А вы еще что-нибудь споете нам? Спасибо, я не хочу больше, не то, что не хочу, я хочу дать время людям, которые это делают, значительно лучше меня. Ну, дать время, не дать время, у нас еще есть несколько минут нашего разговора, и мне хотелось бы больше просто узнать. Дело в том, что нас смотрят люди, которые хотели бы свою жизнь, может быть, как-то украсить, улучшить, сделать ее немножко другой. Как это организовать? Как это создать? Как найти? Вот нас смотрят сейчас в многих городах страны. Что бы вы посоветовали, если человек любит песню, а вот не знает, вот живет дома и один, не знает, где найти, как, куда обратиться? Что ему делать? Все дело в том, что не только песня объединяет людей. Ведь многие люди по своим интересам могут объединяться, ну, допустим, люди, которые занимаются рыбалкой. В одиночку очень плохо рыбачить. Но если создается группа... Наоборот, вся рыба твоя! Нет, но если создается группа любителей, они могут и петь, и ловить рыбу, и рыба здесь уже ни при чем. Это уже общение. Ну, хорошо, так как создать вот такое вот объединение? Что бы вы посоветовали как человек, который в этом ну, очень-очень серьезного вяза? Ну, прежде всего, найти сподвижников. Единомышленников? Да, единомышленников. А как их искать? Выйти на дорогу? Улыбаться. Сейчас существует... Улыбаться? Улыбаться – это правильно. Сейчас ведь есть много сайтов на интернете, где можно найти себе партнеров, друзей и так далее. Но, а песенные коллективы, они уже настолько сложились, что и искать их не надо. Примыкать. Если хотите. Да, давайте посмотрим еще немножко, несколько фотографий. У нас там осталась какая-то часть, которая покажет нам вот как бы жизнь. А дети? Вот мама и дочь, да? Мама и дочь. То есть очень много приезжают родители с детьми, как мы уже говорили. А, выступающие дети. Притом маленькие. Да, а что у нас с детьми? А это дети? Вот это детское. Ну, тут не совсем. Это не детское. Это взрослые поют для детей. Да. Правильно, да? Да. Эти взрослые свое творчество поставили для детей. Да, следующее. А вот теперь уже дети. Под руководством? Родителей. А, это родители их, да? Да. Это их родители, это их... Энсамбль называется папины дочки. А, папины дочки. Да. То есть это двое родителей? А вот это тоже у нас... Это тоже дети. Это тоже, это ее дети? Да. Это ее дети. А, вот у нас есть фотография такого загорелого мужчины. Это ее муж, да? Да. Это мы увидим. Я обратил внимание, поют очень много и женщин, и мужчин, и... То есть, как бы, вне зависимости от пола и специальности. Вот это второй, я думаю, по значимости дуэт в Америке, женский дуэт, Нихаева и Задорская. Очень хорошие девочки, поют замечательно. Поют свои песни. А где вообще, например, если их можно где-то на интернетах находить, там какие-то фамилии, да? Да, конечно. Понятно. Следующее? Следующее, это вот у нас... А вот это? А, это герои, которые у нас будут... Саша Годин и Леня Новиков. И Леня Новиков. Они будут у нас во второй части передачи. Они будут нам петь, поэтому эту фотографию мы быстренько проскакиваем дальше. Это дети. Дети, там был конкурс, да? Конкурс... Дети заняты целый день. У них различные полянки, конкурсы, спортивные мероприятия, смешные эстафеты, концерты. А вот как раз, да? Вот бегает там и так далее. А скажите, вы не боитесь, что вот после этой передачи к вам приедет на какое-то количество людей, мягко говоря, больше? Или захочет? Что вы будете делать? Вы знаете, к нам могут приехать люди. Все дело в том, что... Звоните. Посмотрите, я смотрю, возраст очень своеобразный. Вот есть человек, которому, наверное, уже 50 есть. Для песни, возраста, все покорные. Ну, я не знаю, я не хочу его... Это связь времен. Да, его... А вот это вот есть, да? Вот муж такой незагорелой женщины. У нас много людей... А он что, тоже поет? Англоговорящий. Или он только жену сражает? Пока что он только слушает. Но у нас много есть англоговорящих людей, которые русского языка не знают, но они с удовольствием ездят на наше мероприятие и слушают наши песни. Да, вот молодой человек, да, мальчишка. Да, это тоже наш ребенок, Саша Лукьянов. Поет. Это Гера Кац. Это у нас основной аккомпаниатор, хотя он пишет совершенно прекрасные песни. Мы его просим, чтобы он начал петь их, и вот он пообещал, что в следующий раз... Да, он... Я просто еще обратил внимание на то, что он рассказывал о том, что его сын поступил в Джулияр Скул. Да, он удивительный скрипач. И он рассказывал о том, что вот у нас радость семье. И вы знаете, все вот поздравляли, все как-то его воспринимали так, как будто это общая радость. Все дело в том, что Сэма знают многие. Ага, это сын его. Многие знают, потому как он потрясающий скрипач. И он постоянно ездит с папой на все события, которые происходят в КСПшном мире. И все его любят. Понятно. Окей. Ну, это как бы вот те самые дрова, если их купить, а потом поджечь, получается такой большой-большой костер и собирается ночью, вечером и поет. Вот я обращал внимание, что еще... Уже рассвет был, ну, правда, сейчас ночи короткие, но рассвет уже был, а люди продолжали петь, сидеть и петь. Всю ночь, всю ночь вот сидят и поют. И довольно-довольно-довольно-довольно весело. Ну вот мы сделали такую маленькую экскурсию. Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то грандиозные планы на будущее? Что вы планируете? Что-то такое новое? Ну, я не знаю, вот танцы с песнями вместе или еще что-нибудь? Ну, у нас уже это есть. Первый раз мы попробовали провести дискотеку на чисто песенном мероприятии. Мы думали, что это будет принято очень плохо, но оказалось, это так здорово. Это людей взбодрило, и, наверное, поэтому мы пели до 9 утра. То есть, мне нравится. Была самая настоящая дискотека. Естественно, в лесу потанцевать, и немножко так разняться. Танцевали все. Танцевали. Мы очень боялись, что нас закидают камнями за эту дискотеку. Почему? Ну, потому что... Вам казалось, что это нетрадиционный жанр в КСН? В песенном, да, в песенном жанре. И оказалось, что это очень хорошо, и я так думаю, что мы будем продолжать. Кроме этого, у нас и поэтические мероприятия в это же время, кроме детских основных концертов, проходят спартакиады. Скажите, еще раз я каверзный вопрос. Если, например, кто-то желает с вами связаться, где можно вас найти? Есть какой-то сайт на интернете, который мы можем просто продиктовать? Саша, у нас есть сайт. У нас есть сайт www.nashslot.com А так и называется? www.nashslot.com Вот и все. Там есть какие-то координаты, которые можно с вами связаться? Ну, там есть координаты, но самый хороший способ все-таки попасть к нам... Понимаете, в чем дело? Мы не стараемся увеличиваться. Мы стараемся... Если люди хотят, они организовывают что-то еще. Своё. И, в принципе, найти знакомых, которые приведут их к нам, намного не так сложно. Потому что, ну, это самое... Но мы запомнили. Сайт называется www.nashslot.com Уважаемые телезрители, это вот первые 30 минут, которые мы с вами немножко пели, а больше говорили. А вот вторую часть у нас будет Александр Годин и Леонид Новиков. Мы будем больше петь и меньше говорить. А сейчас я хочу сказать огромное спасибо Александру Шарикевичу и Людмиле Сигналовой. Большое спасибо. Спасибо вам. И я надеюсь, что в следующий раз вы споете нам больше. Я постараюсь. Всего хорошего. И реклама. Знаете ли вы, что если вы хотите получить, или если вы уже получаете Медикейт ССА или Велфер, но у вас есть имущество, или вы должны получить деньги, вы можете не потерять ни деньги, ни социальные программы. Мельник Логру. Мы знаем и вам поможем. У вас боли в спине? Центр медицины и реабилитации в Атланте предлагает всем обладателям полиса Медикер комплексное лечение. Вам проведут полное обследование и сделают курс инъекций против боли в спине. Шесть дней вы проведете на реабилитации на Чудо-озере во Флориде. Вы пройдете лечение горячими ваннами в натуральных источниках и физиотерапию. Все расходы по перелету, проживанию и питанию берет на себя благотворительный фонд Backpain Fund. Избавьтесь от боли в спине. Дом отдыха «Сказка» – это чудесный летний отдых для всей семьи в Кастильских горах. Штат Нью-Йорк. Близлежащие кристально чистые речки и озера, утопающие в зелени коттеджи и корпуса с кондиционерами, холодильниками и телевизорами. Вкусное обильное питание, экскурсии, танцы и концерты, русское телевидение и интернет. Доставка из Нью-Йорка, Бостона, Линна, Филадельфии и Чикаго. Дом отдыха «Сказка» – это «Сказка наяву». Информация на сайте сказка.юс и по телефону 718-232-30-50. Вам тяжело оплачивать банковскую суду на дом? Внимание, последняя новость. Правительство предоставило дополнительную помощь домовладельцам. Гарантируем вам успех в модификации займов на недвижимость по 3-4% годовых. Наш центр поможет вам сохранить дом и сотни тысяч долларов. Для участия в программе модификации зайдите на веб-сайт и заполните анкету. Успех гарантирован или предоставленные услуги абсолютно бесплатны. Звоните нашим экспертам и они ответят на все ваши вопросы. У вас диабет? Вам просто необходимо ежедневно проверять уровень сахара в крови. Компания Applied Medicals имеет государственную лицензию на поставку всех необходимых вам приборов. Звоните по бесплатному телефону и мы вам поможем. Документы мы заполним и напомним вам заказать новую партию. Доставка совершенно бесплатна к вашим дверям. Полностью покрывается Медикейр и Медикейт. Звоните Applied Medicals прямо сейчас. Знаете ли вы, что если вы хотите получить или если вы уже получаете Медикейт, ССА или Велфер, но у вас есть имущество или вы должны получить деньги, вы можете не потерять ни деньги, ни социальные программы. Мельник Логру. Мы знаем и вам поможем. С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Мы продолжаем передачу, у которой мы с вами все-таки больше будем петь. Первую часть передачи у нас большое спасибо. Людмила Сигналова и Александр Шайкевич. Клуб «Синий троллейбус». Члены этого клуба, сегодня их много здесь в студии, но, к сожалению, студия у нас не очень большая, поэтому мы сделали так бы двумя частями. Больше говорили, а теперь мы будем больше петь. У нас Александр Годин и Леонид Новиков. Прекрасный дуэт, прекрасные исполнители и интересные люди. Итак, Александр Годин и Леонид Новиков, добрый день. Здравствуйте. Но прежде чем вы запоете, я бы хотел, чтобы зрители немножко узнали о вас. Вы же, наверное, не только поете, вы, наверное, еще и работаете? Или вам удается песнями зарабатывать? Что вы делаете в перерыве между отдыхом и отдыхом, да? Да. Вот, например, Леонид, кто по специальности? Я по специальности инженер, занимаюсь электроникой, занимался и в той жизни, занимаюсь здесь. Вы сохранились. Да, я сохранился, и вы знаете, мне достаточно большое удовольствие. Это как бы предмет отдельной гордости. А когда вы запели? Сколько вам было лет? Запел я достаточно поздно. Вернее, петь я начал рано, мне было лет, наверное, 7-8. Я пел в хоре, как все. Я получал от этого большое удовольствие, потом петь прекратил. Как вот были малоненькие, ходили в хор, да? И это вас не смущало, да? Да, абсолютно не смущало. Я пел «Летят перелетные птицы». Было совершенно замечательно. А второй раз я запел, когда мне было уже 16 лет. И это уже были песни под гитару. Окей, Александр, что скажете вы, чем вы занимаетесь, кроме песен? Вы знаете, примерно точно такая же ситуация. Вы тоже электронщик? Да. Я тоже в прошлом инженер электрика, а сейчас тоже работаю по специальности. Занимаюсь пожарностью. Как давно вы в Америке? Вот почти 15 лет. И вы тоже начинали в хоре? Мальчиком? И не только. Детского сада. Детского сада, да. И по сегодняшний день вот как-то вот как заголосил, так и... А в каком возрасте вы взяли в руки гитару? В 8 классе. Как это произошло? Ребята во дворе? Или родители? А это было очень интересно. У нас все пели, считалось, что кто поет с гитарой, это как бы не очень хорошо. Это плохо. Вот. И говорили, вот хороший Саш парень, но вот на гитаре играет. Так говорили. Это вас не смутило? Вас это не отбило? Мы считали, что те, кто играет на гитаре, это здорово. Как здесь говорят, cool. Вот. Вот с 8 класса и интересуюсь. Хорошо. Мы будем с вами разговаривать, но я бы хотел все-таки, чтобы наши телезрители имели возможность с удовольствием послушать вас. Что мы слушаем первую песню? Спасибо. Первую песню мы споем, песню, которую написал Ари Круп. С этой песни начиналась целая страница нашего Саши Творчества. Мы вместе поем уже больше 11 лет. Вот это была одна из первых песен, в которых мы сумели найти свое амплуа. Вот такая песня «Заморозки». Листья в реке, желтая паруса, Безина заплутала в лесах, в поле зимые зябнут ростки, заморозки, заморозки. Гуси над лесом печально кричат, стая на юг улетает, прощай, скрыли в печаль свою заморозки, заморозки. Заморозки. Лез тихо за мир у сонной воды, Слушает сказку вечерней звезды, И в полнолуние тени резки, Заморозки, заморозки. Вечером бакенщик выгонит бот, Богу речному лампаду зажжет, Что-то прошепчут костра языки, Может, про первые заморозки. Лай, ла-на-на-на-най, Что-то по осени сам яроски. Видно, коснулись моей головы Заморозки, заморозки Спасибо, но у нас июнь, у нас еще не заморозки, у нас тепло. Ну, во-первых, я хочу сказать вам, уважаемые телезрители, что номер телефона на экране будет сейчас. Пожалуйста, несколько звонков, много нет, но несколько звонков мы постараемся принять, чтобы каким-то образом удовлетворить ваше любопытство тоже. Почему вы поете вместе? Каждый из вас, я так послушал, очень неплохо поет. Чем вызвано? Это вот ваши детские воспоминания о хоре или что это? Вы знаете, наверное, это распространенное заблуждение, что друг за другом легче спрятаться на сцене. Понимаете, на самом деле дуэтное пение, оно как бы располагает к более серьезной подготовке. Понимаете, и почему мы вдвоем поем? У нас как бы тяга к ансамблям была еще в той жизни. Мы с Сашей в той жизни не встречались, хотя возможность пересечься была. Я из Кишинева. А я из Минска. В Советском Союзе бывшем проводилось много фестивалей, слетов. И когда мы встретились здесь, в Нью-Йорке, мы узнали, что мы бывали даже на каких-то слетах, но где-то на день не пересеклись, где-то на несколько часов разминулись. То есть мы друг друга практически не видели и не знали. Я в прошлой жизни пел с моим замечательным другом, который сегодня друг, он редактор в Москве на радио Шансон, Олег Булгак. И приехав в Америку, конечно же, я искал еще одного человека, потому что дуэт обладает, ну, по меньшей мере, в четыре раза большими изобразительными возможностями, чем сольное исполнение. Вот я был просто счастлив, когда судьба меня наградила. А как это происходило? Вот вы услышали его, и вы почувствовали, что это тот человек, которого вы ищете, или как? Как это все происходит? Ну, поиски и, в общем-то, знамения, что это тот человек. Вы всем задаете такие интимные вопросы? Всем. Всем, да. Вы знаете, как всегда сыграл большую роль его величество случай. Мы с Сашей с разных сторон были приглашены на такое организационное сборище тогдашнего Бруклинского клуба авторской песни. Саша пришел, значит, я пришел, мы друг другу активно не понравились. Это обычно хорошее начало. А через какое-то время мы встретились совершенно случайно на одном из дней рождений. С двух сторон пришли, опять же, не договариваясь. И вот там и произошла, проскочила вот эта искра. Мы там спели песню одну. Кстати, мы никогда больше эту песню так удачно спеть не смогли. Мы пытались и так, мы не могли найти вот этого ключика. Но вот эта песня, она была началом нашего такого сотрудничества. И мы даже не ожидали, что это продлится так долго. Продлилась. Да, мы получаем большое удовольствие. Следующая песня Виктора Берковского на стихи Давида Самойлова. Песня о март-апрель. А мы приближаемся. Конечно, приближаемся. Ну, посмотрите на эту погоду. Да, то есть. Хорошо. Была туманная луна, и были нежные березы, о март-апрель. Какие слезы во сне, какие имена, туман весны, туман страстей, рассудка, тайные угрозы. О, март-апрель, какие слезы, с просонья, словно у детей. Как корочку хрустящий слез, жуют рассветные морозы. О, март-апрель, какие слезы, причины и названия нет. Вдали за гранью голубой гудят в тумане тепловозы. О, март-апрель, какие слезы, о чем ты плачешь, Бог с тобой. О, март-апрель, какие слезы, о чем ты плачешь, Бог с тобой. Туман весны, туман страстей, рассудка, тайные угрозы. О, март-апрель, какие слезы, о чем ты плачешь, Бог с тобой. Прекрасно, очень приятно, действительно, когда вдвоем поют. Это действительно очень приятно слышать. Кстати, вот меня спрашивают песню под названием «Вспомните, ребята». Вы знаете такую песню? Тут уже заявки поступают. Вы знаете, я так понимаю, что формат нашей передачи очень такой плотный. Мы бы не стали петь эту песню сейчас, потому что мы что-то подготовили для нашей следующей встречи. Хорошо, хорошо. Значит, мы это отложим на следующий раз. Скажите, пожалуйста, как часто вы берете гитару? Я все говорю интимные вопросы, но что делать? Наших зрителей интересуют только интимные вопросы. На интимный вопрос последует интимный ответ. Дело в том, что мы к этому вопросу как бы готовы, потому что часто задают. Мы стараемся с Сашей встречаться минимум раз в неделю, потому что без этого мы теряем форму. У вас есть определенный день, вы как бы стараетесь держаться после регламента? Мы пытались это делать, и долгое время мы встречались, скажем, по средам. Вот такие непосредственные были встречи. Потом, когда Саша построил баню у себя в бейсменте, где мы обычно поем, мы начали менять дни. Как хочется в баню, так и... Мы достаточно часто там бываем, но, как правило, мы поем раз в неделю. Вот если идет какой-то, готовится какой-то концерт, мы к этому стараемся относиться достаточно серьезно. Получается чаще. Получается чаще, два раза в неделю. Скажите, у вас семьи? Обязательно. Конечно. А как относятся ваши вторые половины и вообще, ну, как бы... Есть работа, работа, но это же отрывает, наверное, как-то от семьи, от каких-то... Или это, наоборот, помогает? Вы знаете, альтернатива какая? Водку пить, понимаете? Половина обычно относится к этому с пониманием, потому что, ну, где-то он будет стоять у ларька с кружкой. Ну, кому это... Лучше с гитарой дома. А так лучше с гитарой дома и за кружкой чая. Пожалуйста, с гитарой дома в студии. Следующая песня, песня Александра Карпенко на стихии Дмитрия Сухарева. А мне красца не судьба черными горами, Не студить чумного лба черными ветрами, Ни при звездах и луне, Ни под черной тучей, Не толкать ладонью мне дверь нескрипучей. И снится мне обрыв прямо с кручей горной, Где сидит, глаза прикрыв. Старый ворон черный, старый ворон черный вран, Все он ждет, взявая, пока вытечет из ран. Кровь моя живая, Ничего мне не понять, На высоком ложе Поцелуем не унять Чьей-то дивной дрожи Не цеплятся за плечо На краю обрыва. Отчего ж так горячо, Отчего счастливо? И снится мне обрыв Прямо с кручей горной, Где сидит, глаза прикрыв. Старый ворон черный, Старый ворон черный вран, Все он ждет, взявая, Пока вытечет из ран. Кровь моя живая, Не срывался я хмельной, В пустоту обвала, Ничего того со мной Сроду не бывало, Не бывало до сих пор, И не будет случей, Не бывает черных гор, Дверь не скрипучей, Не снится мне обрыв. Прямо с кручей горной, Где сидит, глаза прикрыв. Старый ворон черный, Старый ворон черный вран, Все он ждет, взявая, Пока вытечет из ран. Кровь моя живая, Не снится мне обрыв. Прямо с кручей горной, Где сидит, глаза прикрыв. Старый ворон черный, Старый ворон черный вран, Все ждет зевая, пока вытечет из ран, кровь моя живая. Это принципиальная кофиция? Я бы сказал, да, принципиальная. Хотя Леня грешил. Когда-то, мы всю молодость грешили. Вы знаете, мы стараемся выбирать песни, которые нам очень нравятся, и песни, которые имеют определенный смысл, определенный уровень. И в какое-то время мы пришли к выводу, что лучше петь чужие хорошие, чем писать плохие свои. Но если вы такие требовательные, вот вы приезжаете на КСП, вы приезжаете на какие-то слеты, там ведь с гитарой есть разные люди. Есть люди, которые только, может быть, позавчера ее взяли и тоже с гитарой, и тоже пытаются что-то петь. Вас раздражает это или нет? Абсолютно нет. Мы с удовольствием слушаем этих людей, потому что, особенно люди, которые вчера взяли гитару, может быть, сегодня они скажут какое-то новое слово в авторской песне, и мы с удовольствием его подхватим. А где мы, по-вашему, находим материал для песен? Мы слушаем много, слушаем на слете вживую, слушаем в записях. Слава Богу, сейчас материала хватает. Хорошо. Давайте хоть одного-двух зрителей мы послушаем. Яков Бостров. Здравствуйте, Яков. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Мне очень приятно, что вы, наконец, пригласили КСПшников. Я этих ребят видел много, потому что я представляю бостонская КСПшникова. Да. Ваш вопрос. Верки, они выступали часто и неоднократно. И если вы хотите выступления наших бостонсов, я оставил свой телефон. Так что можете позвонить, и мы договоримся, они тоже приедутся. Хорошо. Договорились. Это просто начало. Хорошо. Спасибо, Яков. Спасибо. Вас часто приглашают по стране? Вы знаете, приглашают часто. Ездим мы очень нечасто. Нет времени. Нет времени. И вы знаете, лучше пусть приглашают, чем говорят, ой, опять эти приехали. Так как у нас есть возможность заработать другим путем себе на жизнь, поэтому мы поем, когда нам есть что сказать. То есть это не путь к вашему Заровскому? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Для нас подготовка к концерту достаточно большое усилие, и мы стараемся, чтобы концерт получился интересным. Ездить с одной и той же программой мы не хотим. Как долго длится концерт? Мы даем двухчасовые концерты. Когда у нас есть материал на следующий концерт, мы и делаем. Как правило, это один-два концерта. Вот эти песни, это часть концерта? Да, это часть. Ну, не то, что часть концерта, это то, что нам сегодня хотелось вам сказать. Хорошо, пожалуйста. Что вы хотите сказать? Мы не всегда поем только авторскую песню. С большим удовольствием мы поем периодически песни советских композиторов, песни эстрадные. А, кстати, а американское что-нибудь вы поете? Какой-нибудь, я не знаю, кантри-стайл, какой-нибудь баллада или что-нибудь такое? Ну, сейчас, наверное, мы не станем петь наш кантри-стайл. Кантри-стайл. В следующий раз мы с вами встретимся, мы обязательно споем наши американские песни. Пока что давайте мы ограничимся советскими. Александра Пахмутова. Замечательный композитор. Да, да, да. На стихи Гребенникова и Добронравова. Замечательный композитор. Верет девочки в трудное счастье. Не вспугнет их ни дождь, ни пурга. Ведь не зря звезды под ноги падают, падают И любуется ими тайга, а река бежит, зовет Куда-то плывут сибирские девчата Навстречу утренней в заре, по Ангаре, по Ангаре Навстречу утренней в заре, по Ангаре Будут новые плыть пароходы, будут годы друг друга сменять Но всегда две девчонки, девчонки на палубе Под баян будут вальс танцевать, а река бежит, зовет Куда-то плывут сибирские девчата Навстречу утренней в заре, по Ангаре, по Ангаре Навстречу утренней в заре, по Ангаре, по Ангаре Может, вы меня возьмете третьим? Попробуем Хорошо, скажите, пожалуйста, вы учились где-то специально на гитаре? Какие-то, я не знаю, курсы, школы, университеты? В этом очень стыдно признаваться, учиться нам не приходилось Учить приходилось, но вы же знаете, чем меньше знаешь, тем легче учишь Когда учишься сам Да, тут вы абсолютно правы К сожалению, у нас не было возможности, ни у меня, ни у Саши научиться профессионально играть на гитаре Мы любители, делаем это с большим удовольствием, стараемся совершенствоваться Ну хорошо, вот вы раз в неделю встречаетесь, в бане, без бани, это уже ваши интимные тайны А вот просто гитару в течение недели вы берете, вот как-то чего-то там, пальцы тренируете или еще что-то Вы знаете, я думаю, что это в разные периоды жизни по-разному Где-то вот, не знаю, лет 10 тому назад у меня был период, когда мне хотелось, я играл А потом жизнь скрутила и времени просто так заниматься уже немного А вообще гитара, она расслабляет вас? Вот есть такие мнения, что песня и гитара, это как бы даже психотренинг какой-то для расслабления очень хороший Вот как вы считаете? Конечно, это тренинг Саша, вот вас, вот вы берете гитару, что происходит в этот момент, когда вы берете гитару? Вы чувствуете релакс, вы чувствуете ослабление или вы чувствуете собраться? Я получаю удовольствие, я отдыхаю, особенно когда какая-то песенка есть и хочется ее наиграть Она все время крутится, она все время в голове, ты хочешь ее оформить музыкально Вот ты берешь гитару и тихим голосом А скажите, вот вы сейчас пели Пахмутовое, это что? Это что-то ностальгическое? Или что за этим стоит? Почему вот песни как бы эстрады, вот такие песни, действительно она очень приятная, очень хорошая Но она сразу же возвращает нас в тайгу, вот БАМ, еще какие-то там мероприятия, которые проводились в Советском Союзе Ну, эта песня была задолго до БАМа написана, понимаете? Я думаю, что ностальгии здесь никакой нет В эстрадной песне очень легко выбирать, в советской эстрадной песне было так мало хороших песен, что их очень легко выбирать Они были на слуху А что, так мало сейчас, недостаточно есть песен самодеятельных, что не хватает вам? А почему мы должны ограничивать, ограничиваться только самодеятельными или там авторскими песнями, как иначе называют? То есть вы себе не ставите никаких ограничений? Мы не ставим рамок и ограничений, я считаю, что если песня хорошая, она нам созвучна, мы же делаем это для удовольствия, не по заказу Если песня нам созвучна, мы ее с удовольствием разучиваем Хорошо, мы успеем, наверное, еще эту песню Давайте Булат Акуджава Из окон корочкой Несет поджаристой За занавесками Мельканье рук Здесь остановки нет А мне пожалуйста Шофер автобуса Мой лучший друг Она в спецовочке Такой промасленной Берет немыслимой Такой на ней Ах, Надя, Наденька Мы были бы счастливы Куда же гонишь ты своих коней? Ах, они в сумерках Колышут грибами Ах, колышут грибами Автобус новенькой Спеши, спеши Ах, Надя, Наденька Мне б за двух гривен В любую сторону твоей души Ах, Надя, Наденька Мне б за двух гривен В любую сторону твоей души Я знаю, вечером Ты в платье шелковом Пойдешь по улице Гулять с другим Ах, Надя Ах, Надя Брось коней Кнутом нащелкивать Попридержи коней Поговорим Ах, Надя Брось коней Кнутом нащелкивать Попридержи коней Поговорим А кони в сумерках Колышут грибами Автобус новенькой Спешит, спешит Ах, Надя Наденька Мне б за двух гривен В любую сторону твоей души Ах, Надя Наденька Мне б за двух гривен В любую сторону твоей души Из окон корочкой Несет поджаристой За занавесками Опять миликанье рук Здесь остановки нет А мне, пожалуйста Шофер автобуса Мой самый лучший друг Ла-да-да-дай-дай Здесь остановки нет А мне, пожалуйста Шофер автобуса Мой самый лучший друг Огромное спасибо, огромное спасибо Саша Александр Годин, Леонид Новиков. Я с удовольствием, надеюсь, наши зрители получили возможность послушать песни и надеюсь увидеть вас снова у нас. Спасибо вам большое. И большое спасибо Людмиле Сигналовой и Александру Шайкевичу, которые были тоже нашими гостями. И, как всегда, уважаемые телезрители, большое спасибо и вам за то, что этот час вы провели передачу «Контакт по понедельникам», которую для вас вел Борис Тенцер. До новых встреч, всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова